Большая империя, как и большой пирог, начинает крошиться с краёв. Бенджамин Франклин. Круто, Макс! Версусы я люблю. Давай устроим битву. Только я не понял, что такое империя? Ну, не торопись, Лёлик, сейчас всё расскажу. Империя от латинского imperium означает власть. Это монархическое государство во главе с императором, обладающее большим могуществом и мощным суверенитетом, который объединяет разные народы, территории, культуры в единое государство с одним политическим центром. А также империя имеет большое влияние на мировую политику. В общем, это большая такая могучая страна, если сказать кратко. О, теперь я понял, что такое империя. Спасибо, Макс! Я рад за тебя, Лёлик! Ну, а теперь я кратко расскажу вам о том, что собственно из себя представляли Римская империя и Монгольская на тот период времени. Древний Рим. Одна из ведущих цивилизаций древнего мира. Величайшее государство античности. Получило свое название по главному городу – Рим, в свою очередь названному в честь легендарного основателя – Ромула. Центр Рима сложился в пределах болотистой равнины. Определенное влияние на становление древнеримской цивилизации оказали культуры этрусков и древних греков. Пика своего могущества Древний Рим достиг во II веке н.э., когда под его контролем оказалось пространство от современной Англии на севере до Эфиопии на юге и от Ирана на востоке до Португалии на западе. Современному миру Древний Рим подарил римское право. Некоторые архитектурные формы, например, арку, купол и множество других новшеств, к примеру, колесные водяные мельницы, также были изобретены в Древнем Риме. Христианство, как религия, также родилось на территории Римской империи. Мда, Великая Империя, ничего уж тут не добавить. А что там с армией? Какая она была у римлян, Макс? Расскажи подробнее. Ну хорошо ли, Олег, слушай. В общем, во времена расцвета Древнего Рима общая численность армии обычно составляла до 100 тысяч человек, но могла увеличиваться до 250-300 тысяч человек и более. После реформ численность римской армии уже достигала 600-650 тысяч человек, из которых 200 тысяч была мобильная армия, а остальное гарнизоны. По некоторым данным, в эпоху Гонория списочная численность войск обеих частей Римской империи составляла от 900 до миллиона солдат, хотя в реальности армия была меньше, конечно же. Основной организационной тактической единицей армии являлся легион. Это организованная единица в армии Древнего Рима, времен поздней Римской Республики. Шлемы легионеров были достаточно массивными. Толщина стенок достигала 1,5-2 миллиметра, а вес около 2-3 килограмм. Тело закрывал панцирь, кольчуга, весивший примерно 12-15 килограмм. А также всеми нами известный щит римских легионеров и меч. Да, защищенные, слушай, они круто. Ну блин, наверное, тяжеловато столько таскать. Офигеть, 15 килограмм кольчуга. Да. Ну а что? А что там у нас с монгольской-то империей, Макс? Какая она была? Расскажи-ка быстрее. Куда ж ты все время торопишься-то, Лёлик, блин? Сейчас расскажу про монгольскую империю. Вообще, монгольская империя государства сложилась в 13 веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников и включающей в себя самую большую в мировой истории смежную территорию, распростертую от Дуная до Японского моря, от Новгорода до Южно-Восточной Азии. Столицей государства был Каракорум. В период рассвета монгольская империя включала в себя обширные территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной Европы, Ближнего Востока, Китая и даже Тибета. Монгольская империя захватила сначала Китай, далее Среднюю Азию, потом вторглась на Русь и Европу и совершила поход на Ближний Восток. А что там с армией Чингисхана, Макс? Сколько там вообще воинов было? Ну, вопрос о численности войск, крюлик, монгольской империи уже 200 лет занимает историков и до сих пор остается нерешенным. С легкой руки Карамзина большинство дореволюционных исследователей произвольно определили численность Орды в 300 тысяч человек. Некоторые даже писали о 400, 500 и даже 600 тысячной армии. Но в реальности было немного иначе. Наиболее достоверным известием о силах монголов является сообщение персидского историка начала XIV века Рашида Аддина, визире иранских ханов Кулагуидов, который использовал до нас недошедшие монгольские документы. Он ссылался на Алтан-Давтар, золотую книгу, хранившую сокровищницы хана Ирана. Согласно Рашида Аддину, Чингисхан в момент своей смерти в 1227 году имел 129 тысяч воинов. Эта цифра косвенно подтверждается данными монгольского эпоса 1240 года о том, что в 1206 году Чингисхан имел порядка 95 тысяч бойцов. Истинность этих сообщений не вызывает сомнений. В обоих случаях подробно перечисляются соединения вплоть до тысячи, а в гвардии Чингиса даже сотен с именами их командиров. Состояло войско монгольское из легкой и тяжелой кавалерии, или же простым языком конницы. Лук и стрела было стандартным вооружением монгольской легкой кавалерии. Воины же тяжелой кавалерии были вооружены саплей и копьем, а в дополнение боевым топором или даже булавой и лассо. Их защитное вооружение состояло из шлема, первоначально из кожи, а позже из железа, и кожаной керасы или кольчуги. Кони также были защищены кожаными головными пластинами и доспехами, предохраняющие верхнюю часть туловища и грудь лошади от ранения. Макс, так же теперь самое главное. Кто же победил бы? Римская империя или монгольская? Ну, Лёлик, давай попробую сравнить и, собственно, определить победителя. Конечно, сравнивать столь серьезно разнесенные во времени государства сложно. К явным плюсам монголов, безусловно, относится маневренность. Их конные тумены оказались крайне эффективны в битвах на открытой территории, где им определенно есть где развернуться. А римские же легионеры, если не считать конницы, весьма неповоротливы. В этом плане им будет сложно воевать на открытой местности. Преимуществом Рима можно отнести флот, который при битвах у побережья мог бы дать неоценимый перевес. Практика показала, что римская армия эффективнее всего выполняла военные задачи благодаря своей мобильности и тактическим приемам. Она легко справлялась с врагом даже на местности со сложным рельефом. Ударной силой была пехота. Но при этом умело использовались разные вспомогательные подразделения, в том числе и кавалерия. Римская армия была отлично дисциплинирована. Если же говорить про численность войск, то, как и говорил ранее, общая численность воинских формирований Чингисхана колебалась примерно от 100 до 150 тысяч воинов. Тогда как Рим мог выставить армию как минимум в два раза больше, а то и того более – в 200-300 тысяч. Монголы были явно слабы в дипломатии. Они особых дел с завоеванными народами не имели, ну кроме сбора дани. Из-за этого, собственно, у них и союзников-то особо не было. Ко всему прочему, неуемная и слегка бессистемная тяга монголов к завоеванию всего и сразу не дала бы преимущества в противостоянии с организованным и обученным оппонентом. Таким образом, по моему чисто субъективному мнению, война между Римской и Монгольской империей закончилась бы явной победой Римской империи. Хотя на первых стадиях конфликта у римлян могли бы случиться некоторые проблемы. Особенно, как я говорил ранее, на открытых местностях. Но умение долго обороняться отбило бы у яростных азиатов желание и возможность, и они вернулись бы назад ни с чем. Да, да, круто! Если тебе понравился выпуск, ну-ка оцени нам быстренько поставь тут лайкосик под видео, вот там внизу. Тебе разве тяжело лайк поставить? Вот, молодец, молодец! Ладно, Лёлик, хватит уже напрягать зрителя. В общем, друзья, всем спасибо, что посмотрели выпуск. Оцените его лайком, если вам не трудно, как сказал ранее Лёлик. И подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, что вам понравилось, а также какие еще, возможно, версусы вы хотели бы увидеть. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»